Всем привет! Это канал Heavy Metal Gym. Сегодня поговорим о такой очень неприятной теме, как задавать ненужные вопросы особенно незнакомым людям. Для начала поблагодарю компанию Big Sam за предоставленную одежду. Компания Big Sam – самая лучшая одежда для спорта, туризма и отдыха. Ссылочка внизу. О чем конкретно я хочу сказать? За свою очень долгую практику я не раз видел, как подходят незнакомые люди к другим незнакомым людям и задают вопросы, типа, принимаешь ли ты стероиды? Поверьте мне, человек, даже если принимающий стероиды, не ответит вам, что он их принимает. Не потому, что он нечестный или потому, что он хочет вас обмануть, а по простой причине, что такой вопрос может задать только полный придурок. Я понимаю, если вы знакомы, если вы наладили какое-то отношение с человеком, общение, вы можете задать такой вопрос. Представьте себе такую ситуацию. К вам подходит незнакомый человек и спрашивает вас, занимаетесь ли вы анонизмом. Да, ребята, это такой же вопрос, как задать человеку, принимаете ли вы стероиды. Либо подойдет кто-то к вам и скажет, занимаешься ли ты оральным сексом со своей подружкой. Это настолько же тупой вопрос. Принимает человек стероиды или не принимает, это сугубо индивидуальное дело и касается только его. Если хотите, это интимный вопрос. Вы можете обсуждать такие темы только с человеком, которого вы хорошо знаете, чтобы не обидеть, не оскорбить его. Почему? Да потому, что подобные вопросы в большинстве своем задают люди для того, чтобы оправдать свою никчемность. Поверьте мне, не важно, принимаете ли вы стероиды, не принимаете ли вы стероиды. Большой вы человек, или вы немножечко поменьше, или вы вообще суходрыщ. Главное, что вы идете по правильному пути. Главное, что вы ворочаете железки. Поверьте мне, я знаю очень много людей, которые думают, что бодибилдинг – это только занятие на химии. Но если подходить к этому так, как соревновательный бодибилдинг – это действительно тренировки только на фармакологии. Но любой спорт, на Олимпийских играх нет ни одного спортсмена, не принимающего анаболические стероиды. Поэтому не будем трогать бодибилдинг. Поэтому думайте головой перед тем, как задать вопрос. Поэтому многие говорят, что профессиональные бодибилдеры, или вообще бодибилдеры, грубые люди, они скрывают то, что они принимают стероиды. Да никто не скрывает этого, ребята. Все это знают. Но просто, когда вы подходите и задаете подобный вопрос, вы ставите себя в глупое положение. Ни один нормальный человек не скажет вам, что он принимает стероиды только по простой причине, той, что вы не понимаете, что главное – грамотный натуральный тренинг, питание. Вопросы стероидов второстепенные. И если он вам скажет, да, я принимаю стероиды, то ваша реакция в 100% случаев будет, да, это ты такой здоровый только потому, что принимаешь стероиды. Да, и потому, что принимают стероиды тоже. Но поверьте мне, за 25 лет своих тренировок, за более чем 15 лет тренировочной практики, я видел людей, которые принимают стероиды и остаются дрыщами. Потому, что они придурки вот здесь. Потому, что только полный придурок, приходя в тренажерный зал, начинает искать не то, как правильно тренироваться, как правильно питаться. Он начинает искать людей, которые смогут продать ему какую-то чудо-таблетку. Не бывает чудо-таблеток. Бывают люди, которые пашут. Бывают люди, которые придурки, которые хотят найти таблетку, которая поможет им либо быстро похудеть, либо быстро набрать мышечные массы. Поэтому не думайте о стероидах. Думайте о том, зачем вы пришли в тренажерный зал. Вы пришли заниматься. Тренажерный зал это как храм. А что вы делаете в храме? В храме люди молятся. Ваша молитва в тренажерном зале это тренировка. Поэтому медитируйте, сосредоточьтесь на себе, сконцентрируйтесь. Не болтайте, не мешайте своими разговорами, тем более тупыми вопросами, каким-то другим людям. Хотите получить какую-то качественную информацию? Научитесь относиться к людям с уважением. Познакомьтесь, пообщайтесь. Поверьте, любой человек адекватный. При нормальном, адекватном отношении к нему расскажет, покажет, поделится своим опытом. Но если вы изначально настроены негативно, то не распространяйте свой негатив на других. Не мешайте тренироваться тем, кто любит заниматься. Тем, для кого самое главное ворочать железки. И не важно, принимают они стероиды, не принимают. Гораздо хуже, если вы бухаете. Принимая алкоголь, вы наносите вред не только себе, но и своему будущему потомству. Потому что алкоголь влияет на генотип. И ваши дети могут быть дебилами. От стероидов такого не происходит. Будьте адекватны, будьте, как всегда, разумны. Причем в любой ситуации. Думайте всегда головой. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.